Даже, знаете, наслушалась, а вот теперь ты веришь, то мне упрекали, а вот теперь ты веришь, что есть болезнь, ёб твою мать, а я говорила, что болезни нет, я говорю, что ковид не такой страшный, как о нём все говорят, и я много раз говорила, и повторюсь, что за ковидом что-то скрывалось, вот, наванговала, я много раз говорила, что сейчас чуть-чуть всё тихнет, у нас метеорит будет лететь, и он будет лететь, понимаете, надо тоже всегда людей держать в тонусе. Вам нравится? Пожалуйста, без проблем, страдаете, что-то там ещё, правильно, иммунитет, да, иммунитет появляется, просто уже раз посмотрел, закрыл, забыл, вы мне ещё больше шлите, понимаете, я ещё хладнокровнее буду, сами у меня такое делаете, и спасибо, кстати, вам за это, потому что я не хочу сидеть и рыдать, я не хочу сидеть и страдать, я хочу жить, и не завтра, как мне одна курица написала, у вас зато будущее есть. Здравствуйте, приехали, у меня настоящее есть, не будущее, у меня настоящее, я живу в настоящем времени, мне на прошлое наплевать, всё, что я могу сделать в прошлом, это изменить отношение к нему. Будущего у меня нет, я не знаю, как оно будет, я не знаю, что через час будет, о каком будущем речь идёт, и никогда не узнаю. Я знаю только то, что сейчас происходит, здесь и сейчас, всё, всё остальное недоступно. И когда вы все бегом бегите в прошлое, потом в будущее, потом вскакать начинаете, а вот раньше было, а вот при Советском Союзе, сейчас вернут вам Советский Союз, вспомните, что такое было в Советском Союзе, как хорошо нам было, когда я говорила, всегда есть плюсы в каждом времени. А как будет у нас хорошо, а что ждать, как будет хорошо, вы сейчас хорошо сделаете. У вас сейчас, если есть какие-то цели, сейчас их добивайтесь, ставьте их, продолжайте идти к своим целям. Да иди ты, король, гуляй вальсом, ну правда. Ну вот эти вот фейковые страницы, маленький пук в воздух пришли, не надо нам зомбированным вообще что-либо рассказывать. Вы же понимаете, что мы зомбированные? Мало того, зомбированные, мы уже адаптированные подо всём. Понимаете вы это или нет? По поводу целей, не бросайте всё, идите дальше, идите к своим целям, всё когда-либо заканчивается. Всё заканчивается. И у вас будет другое время, но уже не будет таких возможностей, которые есть сегодня и сейчас. Спасать, бежать? Я никого не буду, я могу спасти только вашу нервную систему. Всё. Понимаете, я психолог, могу ваше тело спасти. Йог, фитнес-тренер. Могу вернуть гибкость вашему телу, могу вернуть подвижность вашим суставам. Свои мозги я вам не поставлю. Во-первых, во-вторых, я не могу взять калаш и бежать. Хотя калаш это прошлый век, да? И бежать с криком «Я за мир во всём мире» и убивать. Да я сейчас прикольненько, нет? Вообще сами театр абсурда, понимаете? Возьму, побегу, убивать, кричать я за мир. Буду убивать за мир. Называется «Сиди сам, открой», да? Люди поддаются ситуации, немного становятся тупее. Нет, милая моя, не тупее. Сейчас очень много информации в интернете. Её очень много кривой, косой, переделанной настолько. Это больше даже информационная уже война. Нам никогда в жизни правду никто не покажет, не расскажет. Разумеется, на всей технике есть видеорегистраторы. Разумеется, там происходит пиздец, что. И нам то, что показывают в интернете, это маленькие выбросы. То, что нужно показать. Знаете, как лишь бы чем-то людей подкормить, какой-то информацией, чтобы мы могли попиздеть, посудачить. На самом деле, всю правду мы с вами вообще никогда не узнаем. Я вас просто обрадую. Никогда мы не узнаем всю правду. И, смотрите, если всю историю перепиздели, нам из каждого утюга рассказывают, показывают американцы, что они во всем мире победители. Все войны они выиграли. Французы кричат, вторую мировую мы выиграли. Немцы кричат, вторую мировую мы выиграли. Тут же остальные подключаются. Да, блядь, историю никто не знает. Никто не знает. Её всё переврали. Понимаете, в чём дело-то? Информационную мы проиграли. В чём проиграли? В том, что пиздеть так не умеем. В этом вы имеете в виду смысле. Ну, так здесь тоже под вопросом, проиграли или нет. Я лично никогда бы в жизни не смогла ни за какие деньги бежать и провоцировать людей, там, хватит убивать или ещё там что-то. Если я что-то говорю, то от души, от себя, своё личное. И не делаю впрыски из интернета, скопировать, ставить текст. Я напишу сама свою мысль, свои идеи. Понимаете? Чувствуете разницу, нет? Или вот эти тексты заготовлены, огромные тексты на всех пабликах, в телеге, в инсте. А сколько там орут? Ну что вы, русские, как там без инстаграм живёте? Да заебись, мы живём без инстаграм, как видите. Вот без инстаграм живём. Я вообще, знаете что, ходят слухи, ходят слухи, что скоро и инстаграм вернут, и фейсбук, и этот, тикток. Максимум осенью. Вот максимум, вообще раньше. Так что, можно сильно не пережать и нервничать. Ну, передохнём. Да, я согласна, активы упали. Потому что многие ленивые, не хотят даже напрягаться с этим VPN, даже не хотят вникать, как он работает. Ну, как бы, забрали у нас инстаграм, и вообще ничего в жизни не изменилось. Это только блогеры суетятся, я в том числе. Потому что здесь моя работа. А остальным вообще срать им хотелось, что там за этот инстаграм. В контакт пошли, в телеграм пошли, какие-то другие соцсети пошли, заобщаются. И вообще всем плевать, что тут происходит в этом инстаграм. Я не буду сохранять этот эфир, потому что здесь много провокаций, много матерных слов. И, собственно, как-то так. У меня всё работает. Ну, у меня тоже работает, как вы видите. Если мы с вами здесь общаемся, значит, у нас всё работает. Да какой там розграмм нахеру не нужен? Ну, что, назвали так по-дебильному, уже назвали бы там 100 грамм или 300 грамм? Ну, розграмм. Звучит как-то, ну, с переборчиком. Почему ленивый? Просто не интересуется инстаграм. Есть люди, которым даже лень пальцем тыкнуть. Вообще мозг включить, чтобы разобраться, как подключить VPN. Понимаете, вот я про что. Зачем общаетесь с Мещанской? Ебать, я вас забыла спросить. Она убогая. Это вы убогая. Заметьте, не ты, я сказала, а вы. Вы убогая. Своими мыслями. Очень убогая и узкомыслящая. Вот скажем так. Какой вопрос, такой ответ примерно. Вы мне ещё скажите, с кем мне общаться, с кем спать, с кем не спать. А, про Юру, да. Что я не смогла со своим сыном. Ты ж психолог. Не смогла со своим сыном договориться. Такое ощущение, как будто у меня ребёнок грудной. Знаете, я его взяла, выкинула куда-то, подкинула в детдом. Или отдала мужу полугодовалого. Понимаете, взрослый парень. Ему 15 лет. Но он сам решает. Он повзрослел. Ему хочется больше общения с отцом. Ему нужно мужское внимание, мужское воспитание. Если я буду превращаться в отца, в мужика, то это будет сильный перелом как раз в психике ребёнка, парня, который растёт. И у нас очень многие женщины так воспитали своих сыновей. Которые до сих пор от юбки отойти не могут. Сука, дров наколоть не могут, мясо пожарить. Понимаете? Да где ты нахер со своим факингом? Ну, правда. Ну, у меня, ребят. Ну, такое, будто здесь сделал какой-то жест волшебный. Написал какую-то хрень и сидит довольный. Пиздец. Пиши, пока палец не отсохнет. Вот, пиши. Если бы мне сказали, пиши, не блокировали. Мы были последние. Вот, по поводу Юры. Два года он был под моим крылом. Он при этом общался с папой. Кто за мной следит, те видели, что я ему не запрещаю общаться с отцом. Никому из детей. Я их не настраивала никогда. Если бы я их настраивала против отца, они бы вообще его давно нахрен послали и заблокировали везде. Я, наоборот, максимально аккуратно, мягко детей вводила в, как бы это сказать, в дружеское общение с отцом. Хорошее, в позитивном ключе. У них было поначалу негативное отношение к нему, настрой такой не совсем правильный. Ну, вот, два года пришлось пообщаться с детьми так, чтобы они были на хорошей волне с папой. Это важно. Плевать, что у меня. Сколько он там говна мне сделал, сколько мне по судам потаскал. Кем сейчас меня считают или называют. Мне вообще срать, вот честно. Представляете, насколько мне срать на этих людей, которых я даже не знаю, которые мне хрень всякую пишут. Мне плевать на бывшего мужа, который меня по судам таскал. Плевать, я в смысле, у меня к нему ни агрессии, ни негатива нет, ничего. Это просто отец моих детей. Все. И на этом большая точка. Если парню нужно общение с отцом, тем более, извините, ему 66 лет. Сколько он там проживет? 200 еще? 66 лет мужику. Конечно, у него есть возможность общаться с папой. Пусть общается. Пусть мужицкая какой-то мудрости, я не знаю, возьмет. Не то, как общаться с бывшей женой, понимаете, да? Он свои выводы уже сам сын сделал. А именно, как мужчина может дать воспитание, может ведение бизнеса, потому что сейчас дети-то подростки, они такие, знаете, сообразительные, поумнее, многие взрослые будут по эрудированию. Отлечь его от этих танчиков, чтобы он на завод пошел, он уже там подрабатывает у отца на заводе, на станке. Вот, в общем, это было наше общее решение. И сына, в первую очередь, мнение, это он решал, с кем он будет жить, с папой или с мамой на данном этапе. Я ему просто предложила, Юрочка, я вижу, что у тебя пубертант этот полностью, по полной программе, ну, взросление, гормоны, все такое. Нет ли у тебя желания какое-то время с папой провести, ну, с мужчиной? Я ему просто вопрос задала и оставила вот с этой мыслью. Через неделю он мне ответил. Съездил к папе в Сочи, пообщался с ним там, провел время. Приехал и сказал, мам, я решил, да, что я с папой, наверное, поживу какое-то время, вот, поэтому школу закончу эту четверть и готов переезжать в Подмосковье. Все, это обоюдное решение было, обоюдное, абсолютно. Вот, если вы боитесь свою дитятку от юбки оторвать, от сиськи, то это ваши личные проблемы. Захотите поработать с ними, приходите в терапию личную. Вот, вот здесь с вами работать я не буду, просто вам рассказываю, как я действую. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Например, нельзя детей как разменную монету брать и тешить свое бабское тупое эго, которое абсолютно слепит вас как женщину, как мать. Вот знаете, из-за такой материнской слепоты, именно не безусловной любви, а слепоты и бабского эго, столько мужиков похерено. Вырастили тряпок каких-то, извините, я права, не надо сейчас переживать или говорить, что, ой, что ты за хрень несешь, я права. Нормальных мужчин мало осталось. Бывают женщины, одиночки воспитывают, правда, офигенных мужчин. Бывает такое. Но это надо такой дух иметь, такой характер. А обычно что делают? Отрываются за свои непроработанные отношения с бывшими мужьями, которые изменяли, которые ее всей жизни лишили. А он там где-то погулял, кому-то присунул, а она трагедию всего века сделает. И будет отрываться потом на единственном сыне. И сделает из него морально недостойного человека. Понимаете, да? Вот, я помню, как, кстати, Казанова один рассказала, кривые, хромые. Вот сколько ее пилили, до сих пор пилят. Поэтому я скажу так, недостойного. Хотя я другое слово хотела сказать, я думаю, вы знаете, какое. Вот. Изменил мужик, а она давай потом всю жизнь на сыне отрываться. Сначала будет манипулировать. Ах ты козел, ах ты гондон, а ты почему ребенку внимания не уделяешь, а почему денег не даешь, а с кем ты живешь, а что у тебя за баба-то. И будет вот этот лист в чужую уже постель и соки все пить. Понимаете? А дам ребенка, а не дам. А потом удивляется. Он сам не хотел с ним общаться. Он не любит нашего сыночка. А как, блядь, он любить будет, если ты тупо рылая мразь, его сама не давала. И кричала, пошел ты нафиг гондон. Знаете, сколько таких отношений вижу каждый день? Не среди моих друзей. Каждый день я такую хрень вижу. И потом эти куры говорят. Он говеный отец. Да хороший отец. Как отец он хороший. Это он как бывший муж говеный может быть. Как той бывший любовник быть может говеный. Может еще что-то. Но как отец он может быть отличным. У меня, Валера, отличный отец. Пусть он общается с Юрой. Юра с ним общается. Он всегда на связи с Иришкой. Приезжал в гости ко мне. И весь день мы прообщались вместе. Я его встретила борщом, зеленым, бывшего мужа. Он научил дочку готовить рульку, запекать. Сначала ее томить, потом запекать. В общем, все эти соусы. Там целый процесс. Я этого делать не умею. Он научил Иришку, дочку мою делать. У меня были такие отношения, я это признаю. И большое вам огромное человеческое спасибо за эти слова. Так сложно людям признать, если честно, свою неправоту. Это только достойный и сильный человек может сделать. Сказать, да, у меня такое было, и я это сознаю. Вот, блин, большое спасибо, что такие люди остались. Честно. До этого надо прийти. Вот. И, ну что. Есть Валера, есть я. Есть мои дети. Есть наши дети. Все. Понимаете, здесь... Чего у вас там мордочки такие красные, девчат? Чего вы злые такие? Вот. Многие удивляются. Как я могу после всего этого его... А потому что это нормальный? Красного божала не заслужил. Нет, почему? Просто захотелось щавеливый. Он тоже безумно вкусный. Вот. Понимаете, в чем дело? Мы пример нашим детям. Если я буду им показывать отношение к бывшему мужу и к их отцу, пренебрежительное. Агрессивное. Негативное. Какое-то либо дурное. Они же берут у нас пример. У нас. Наши дети берут пример у нас. Поэтому есть фраза. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. А вы будете хорошим примером своим детям. И когда они видят обычно нормальное человеческое отношение, они впоследствии будут поступать примерно так же. Это очень важно. Я не думаю, что прям так же. И дай бог, чтобы у них таких говеных ситуаций в жизни не было. А примерно так же. С ним, конечно, писярик. Мы не писярик. Мы нормально с ним посидели, пообщались. По душам. Мордочки на улыбки и на понимание, да. Бабы дуры, поэтому вырастают. Оно не мужиков, а не мужики вырастают, а оно. Согласна. Мужчину воспитать надо. Женщине можно, но я говорю, сложно. У меня помимо же Юры еще есть дети. То есть я не могу полностью на 200% сосредоточиться только на воспитании сына. Это как раз тоже еще проявление эгоизма. У меня есть еще дети. Вот. А парню хорошо с отцом пообщаться. Я в январе делала операцию. Так мои вообще жили вместе и оставались со своими детьми. Ну вот классно же, да. Где Иришка? Дочка наверху на третьем этаже. Близняшка в Подмосковье. Вроде как обещала, что сделает, подключит. В телеграмм ее нет. Может на дачу уехала, отдыхает от сетей. Я, Ань, честно, с удовольствием бы рассказала причину развода, но не могу. Потому что там совсем неприятная ситуация. И раскрыв эту ситуацию, я подставляю многих людей. Вот. Тут просто, ну как бы, вот так. Все. Не знаю, насколько он уехал. Может до лета, может на полгода, может на год, может на два. Может навсегда. Вообще не знаю, если честно. Я к ним планирую летом приехать, например. С дочками так же. На ваш рассказ Юрий и Валерий дочек тоже отпустили к нему. Ну вы понимаете, Вера здесь ходит в первый класс. Она же достаточно маленькая для того, чтобы жить с мужчиной. С отцом. То есть воспитание девочек должно быть от мамы, как ни крути. Старшая дочь, она учится в колледже в Новороссийске. То есть она не может взять, уехать из Новороссийска в Подмосковье. Как она будет учиться? Дочка младшая пошла в первый класс здесь тоже, в Новороссийске. У нее здесь уже свой круг общения. Тут море, тут климат благоприятный. Здесь девчонки кругом. То есть у нас такое бабское царство, скажем. Юрия, может даже чуть-чуть и некомфортно, наверное, было бы, потому что здесь одни бабы, бабы, бабы кругом. Юля, подружка, в гости приезжает. Живет с нами Алиночка, моя крестница, Иришка, Вера, я и Юра один. То есть у нее тут есть момент. Вот. Девчонкам нужно мамино воспитание. Не, ну если у вас дочка живет с отцом, ну что, нормально? Ну главное, чтобы вас всех устраивало. Все. Вот дальше. У Веры тут первый класс. Она ходит в... Господи, как его... В класс... Казачий класс. У нее тут, ну, определенная уже культура своя. У нее свои уроки, свои предметы, свои друзья. У нее очень много тут друзей. Вера общительная. Она быстро находит коннект с ребятами. Поэтому, да, она нашла. Иришка нашла вообще язык с папой. Она хорошо, очень хорошо, позитивно с ним общается. Весь вечер сидели про физику говорили. Он ей рассказывал про пошаговое электричество. Ну, в общем, про много чего. Нет, я не в Москве живу, я в Новороссийске живу. Я еще в первые месяцы пандемии купила дом на побережье и сюда переехала. Ну, я еще тогда говорила, что это надолго, что нам долго границы не откроют. Раз их закрыли, нам уже и хрен кто откроет. Кто меня смотрел, слушал мои эфиры. Я говорю, представляете, как время пролетело. Представляете, как классно мы с вами сейчас можем поговорить и сказать, да, так оно и есть, как говорила, так оно и есть. Ванговала, блин. Ну, хотя я не ванговала, я даже не предсказывала. Это, ну, очевидный сценарий. Он настолько понятный и прозрачный. Я не знаю, почему только я это вижу. Хотя не только я, есть еще многие со мной, кто согласился и кто действительно считает, что это, ну, так. Ну, в общем, купила себе дом, переехала. Квартиру в Москве я сдаю. Уже открыли. Ну, какие? Турцию открыли. Ее не закрывали. С какого-то апреля откроют, что там откроют у нас? Кипр вроде, да? Кипр и Египет должны открыть. Эмираты. Ну, так слетайте в Эмираты. Слетайте. Сколько там сейчас билеты стоят? Открыли. Вдвоем вот так, если полететь туда-обратно, билетики. Посмотрите кто-нибудь, пошукайте. Ближайший самолет вылет на Дубай и обратно. Спасибо, девчонки, да. Только аэропорт закрыли. Ну, да, есть такой момент. У нас, опять же, я возвращалась, когда с этого, как, господи, где, на Байкале, с Байкала. Пока была на Байкале, вся эта история приключилась с Украиной. Я уже возвращалась, были закрыты аэропорты. До 5 марта я постояла такая, посмотрела, говорю, а что нам эту хрень втирать? Какое 5 марта? Дай бог, чтобы до лета открыли. Ну, и сразу взяли билет на поезд. Мы поездом добрались из Москвы в Новороссийск. Так и есть, все переносит и переносит, переносит и переносит. Геленджик, Анапа закрыт. И Краснодар тоже летает в Сочи, летает в Минводы. Очень длинные перелеты по 4,5 часа. Вот Иришка летела как раз, подружаня моя, 4,5 часа. Ну, что-то у них ветер попутный был, она за 4 долетела. Но все равно путь в 2 раза стал. Больше, чем раньше. А еще поманговать можете, что ожидать впереди. Хоть чуть-чуть прислушайтесь, да, немножечко, так на всякий случай. Ну, ходят слухи, ходят слухи, что Инстаграм до осени должны вернуть всем. Может и раньше. Вот, так же ходят слухи, что или это все закончится до 9 мая, или это все продолжится, но очень долго. Особенно, что касается экономики. Насколько, не знаю, надолго. Год, 3, 5, запросто. Может и на 5 лет затянется. Вся эта качель, конетель. Я лишь одно хочу сказать. Дай Бог здоровья, чтобы он все это смог, все свои идеи довести до конца. Вот реально положа руку на сердце. Уже хочется как-то ему побольше здоровья и долголетия, и светлого, здравого разума. Рассудка. Марафон. Сегодня буду объявлять победителей, и буду, наверное, объявлять набор на марафон. Май, август, самые горячие месяцы будут. Да, да, это только есть. Ну, я же говорю, предсказания платные. Ну, и еще никто не отменял, никто не отменял, конечно, метеорит, который, ну, безусловно, должен сейчас где-то мимо пролетать. Метеорит, глобальное потепление, правда, его Мария Ванга, да, Мария Ванга, прям одним словом хорошо написали. Интересует новый закрытый клуб. Девчонки, почему я сейчас по поводу проектов, как клуб и марафон молчу, неизвестно, что с инстой? Взяла паузу, просто зависла немножечко. Взяла паузу для того, чтобы понять, что у нас инстой, какие платформы рабочие, где можно вести эфиры. То есть, вы понимаете, да, это технические моменты. Я не могу одним днем раз вот так и сказать, а то все туда. Нет, я вот человек, который наблюдает со стороны, выжидает паузу. Я умею ждать. Небольшую паузу взяла, еще пару дней посмотрю, пока умею, что происходит на платформе Инстаграм. В следующей неделе вообще много нам покажут, расскажут, может столько изменений произойти. Даже через час могут изменения быть. Поэтому как-то этот самый, я не спешу и вам не советую. Но обещаю, что на следующей неделе уже будет информация о марафоне. И о победителях, конечно же, буду награждать. Ириска, это Шпак Иришка, у нее такое ласковое имя Ириска, ее любимый так назвал Гоша. Обаятельный парень, очень интересный. Я много интересного узнала про их культуру еще. Он же Кабардино грузил, если я не ошибаюсь. Что с закрытым клубом? Девчонки, я же говорю, пока неизвестно. Буду что-то менять, что-то делать, обязательно всем сообщу. По поводу марафона. На следующей неделе будет информация. Сейчас у меня пока йога-курс. Телефон внизу. Кто желает заниматься йогой, без проблем. 300 рублей вход на всю жизнь, на пожизненно. Был 600, делаю так, как кризис, так, как такая ситуация, у всех мандраж. Через одного умирать собирается кто-то. Уже нервоз, психоз и токсикоз у многих. При этом еще и весна. Время шизоидов прекрасное. Шизофреники сейчас тоже ползают, обострение будет. Вот, чтобы от всего этого как-то немножечко отдохнуть, привести свои мысли в порядок, собраться максимально. Я вас жду на йоге. Завтра еще отдыхав, в понедельник будет практика. Будем йожить. Йога, растяжка, также там фитнес есть. Будем заниматься с вами. Работать над своим духовным миром. Чтобы быть хотя бы в этом смысле здоровыми людьми. Потому что все может пройти, а нервы уже не вернешь. В инстаграм находится йога-курс. Винишко помогает, да. Он же Гоша Нжора. Вот меня кот соседский замучил. Он приходит к моим. Сейчас расскажу, где капитан. Приходит к моим, причем кот. И начинает к моим приставать. Какие-то они немножечко тут все геи коты. Где капитан? В рейсе. Проводила Мишанечку. Вот опять жду своего любимого Мишу. Так что капитан улетел на три месяца. Может на дольше, я не знаю на сколько. Знаете, как у них бывает? На три улетел, а вернулся через пол. Один раз он так и ездил. Уходил в рейс на полгода. Должен был на три как раз пандемию. И тогда же все закрыли. Все приезды, уезды. Короче, он на полгода завис в рейсе. Что за мания у Иры? Отказываться от имени своего. Шпак Маси назвал новой ириской. Ну и что? Ну вот смотрите, у вас же есть какая-то уменьшительная ласкательная к вашему мужчине, да? Как похудеть? Не жрать. Я тоже набрала хорошо смешание. Особенно за последний месяц мы так классно с ним по ресторанчикам прошлись. Что я хорошо прибавила в щечках. И не только. И в попе. Вот что буду сейчас на скотч рот клеить. С завтрашнего дня и на жесткую диету. Если есть желание, давайте со мной. Буду вас курировать на курсе, на йога-курсе. Ну и заниматься йогой будем, конечно же. У Диана, Наули помогают избавиться от висцерального жира. Тут, который у нас вокруг внутренних органов. Также помогает избавиться от лишних объемов в области живота. Так что приходите, будем с вами вместе идти к летнему сезону за красотой. Да, мы опять с Мишей. Многие заметили, многие догадались. Я просто не хочу об этом говорить. Не хочу нигде публиковать. Не по той причине, что может какая-то ситуация еще произойти. Просто я уже устала рассказывать, если честно. Ну, мы же не знаем, что с нами завтра будет. И опять потом качели начнутся. Вот как мне девчонки прикалили. Ты там с мужем развелась. Ты там с Мишей. А я не хочу об этом говорить. Пусть лучше все думают, какая я несчастная. Какая я хуевая, какой охреновый психолог. Семью потеряла, любимого тоже. Вот лучше так обо мне думать, понимаете. Быть сильной не так уж-то и просто. Лучше быть слабенькой такой, знаете, беззащитной. Да, я такая несчастная баба вся. В слезах постоянно всю ночь сижу и плачу. То по одной несчастной любви, то по другой. Ой, понимаете. Каменное масло помогает похудеть. Да нет, как-нибудь плавненько-аккуратненько. Я просто не знаю, что это за каменное масло. Да, с Мишаней. Спасибо. Мы с Мишаней. Не знаю, как надолго в этот раз. Но расстались на очень хорошей, позитивной ноте. Вот очень позитивной. Ох, у нас, блин. Он в Сочи ехал, а Валера ко мне ехал. Представляете, да, 19 марта. Вот, короче, мы на позитивной ноте с ним попрощались. Поцеловались, пообнимались. Вот. Вот как-то так. Когда он снова уходит. Так он сейчас в рейсе. Он вот ушел неделю назад в рейс. Вот. И вернется через три месяца. На три месяца он ушел. Так что буду себя приводить в порядок. Пока Мишани нет, можно на нормальной дете посидеть. Потому что с ним сложно. Ну, представьте, да, мужчина приходит из рейса, три месяца его нет. Три месяца он на суше. Ему хочется и погулять, и вкусно поесть по ресторанам, и погулебанить немножко, и выпить, и попутешествовать. Разумеется, я же за компанию с ним, я же не буду. Не, я не такая жду травма, я с ним заодно. Вот. Поэтому, собственно говоря, так, у меня чуть-чуть в щелчках разнесло. Не чуть-чуть, да, девчонки? Ну. Блин, почему, когда наберешь лишние килограммы, ты выглядишь моложе? Вот лицо бы оставалось таким. Марафон еще не знаю. Подумаю, девчат, подумаю. За позитивную ноту. Там мы с ним просто гуляли всю ночь, нормально время проводили. Проспали с ним, случайно проспали. Будильник. Ну, короче, свои приколы. Это было весело, правда. Йоги в Тибете пьют каменное масло. Это природный минерал. Минерал вытекает из скалы и твердеет. А, все, спасибо большое. Спасибо за разъяснение. А где его брать? Ну, я думаю, в интернете найду. Спасибо, Анечка, да. Клуб не все. Девчонки, еще раз, кто только зашел. Клуб, марафон. На следующей неделе будет вся информация. Почему? Потому что я в... Машуня, замечательно моя племяшка Машуня. Я ее обожаю. Вчера с ней видеозвонок делали, разговаривали, общались с Тайканом и Милахом. По поводу клуба марафона, информация будет завтра. Мне пришлось немножко зависнуть, подождать, потому что неизвестно было, что дальше с Инстаграм. Просто выдержать паузу. Спасибо вас тоже. Вот Мишане тоже щечки нравятся. Он любит потрясать. Он меня тоже стал пирожком называть. Он думает, говорит, пирожочек. Любим пирожки купить по дороге. Да, возьми пирожочек, придет мне пирожков. Я говорю, какая красота. Тоже хочу каменное масло. Ну, вот надо поискать, да, в интернете, я думаю, полно информации о каменном масле, где его можно найти. Вот, короче, я в двух словах вам рассказала о себе. О себе, о любви, о семье, о Юрке. Об Украине, о Путине, да, о чем мы там еще не поговорили. О моей прическе даже поговорили. Про йогу, девчонки. Йога-курс у меня, вход пожизненный, всего лишь 300 рублей. Напишите в WhatsApp, одно слово участвую. Сейчас эфиров нет, там 60 эфиров. В понедельник будет. В понедельник будет эфир, будем ежить. Булочка, да, так и есть. Победителей марафона я объявлю, скорее всего, вечером. Сейчас посижу, еще раз посмотрю, промониторю, кто чего, куда, кого. Выберу трех победителей, буду переводить им денежки. У меня болят суставы после занятия йогой. Нормально? Нет, не нормально. Во-первых, коллагенчик вам в помощь. Если не коллаген, то какие-либо допы для суставов. В-третьих, переходите на йогу для беременных, йога для новичков. И когда уйдет лишний вес, если он у вас есть, такое часто бывает, что перегружаются суставы за лишний вес, и когда у вас уйдет этот лишний вес, можете приступать уже на йогу более сложно. Это йога для спины может быть, йога растяжка, силовая йога, микс йога. Ну, вообще как-то так. Ирины нет в телеграме с 22 числа, потому что она на даче была, сейчас она дома, на даче отдыхала. Где познакомиться с приличным мужчиной? Даже на сайте знакомств можно познакомиться с приличным мужчиной. Тут же нашла, да, туфли искала долго, нашла. Вот помните, все, да, нашла. Нашла, надела, и красотка пошла на вечер. Вот, по поводу мужчин, можно и на улице встретить, и в церкви встретить можно, и там, кстати, учесть. Я знаю такую тему, что девчонки, оказывается, ходят в храм за женихами, потому что мужчины обеспечивают, сейчас, видимо, столько девчонок у нас будет религиозных, оказывается, обеспечены мужчины состоятельные, они периодически заходят, и особенно любят следить за постом, поститься, ходить на службы, свои какие-то там грешки замаливать. Вот, поэтому можно и в церкви познакомиться, можно и в магазине познакомиться, можно и на сайте знакомств встретить мужчину. Тут же вопрос, нужно ли вам сейчас это, нужны ли вам сейчас отношения. Многие женщины не могут встретить мужчину. Почему? Потому что ей не нужны просто отношения, а ваш клуб дальше работает, я уже платила, уже плачула. Вот, вы уже плачивали, и вход у вас был до 1 марта. Пока есть такая возможность смотреть эфиры, идите, пересмотрите психологию, потренируйтесь, йога позанимайтесь. Скоро я всех из аккаунта отпишу, удалю кое-что, добавлю какие-то эфиры, и у меня будет новый набор. Примерно так это будет. На какой площадке, не знаю, всю информацию чуть позже дам, девчонки, я же говорю. Не уходит лишний вес психую. Так у вас вес не уходит, а физически меняетесь ваши размеры, габариты, ваши формы. Если формы меняются, то смысл смотреть на весы. У нас многие зациклены на весах. Меня вообще смущают девушки, которые стараются вернуться в некое прошлое. А вот раньше я весила 49 килограмм, а сейчас 54. И я хочу вернуться в те 49 килограмм. А почему хочет? Она сейчас шикарная, но хочет выглядеть вот этим подростком, которым она была раньше, и считает, что именно то время было самое лучшее. Это огромная ошибка, это невероятное заблуждение. Когда мы хотим вернуться в прошлое через вес, мы хотим вернуться к тому весу только лишь из-за того, что в прошлом вам было заебиська хорошо. Потому что вы были моложе, вы были без башеней, на вас больше внимания обращали. Обращали внимание, почему? Потому что вы были молоденькой, глупенькой такой дурочкой, вам все равно было с кем на свидание идти, все равно кому давать, поплачешь, кому-то самооценку поднимешь. Но вам было по кайфу, потому что вы были востребованы. А сейчас весе 45, когда ты выглядишь пиздец охуенно, извините за мой французский, но извините, я говорила, чтобы не материться. Почему-то тебе не очень хорошо, ты хочешь вернуться в тот вес, потому что ты уже умная женщина, уже опытная, тебе уже дурак не подойдет какой-либо. Ты уже стала более избирательной. Видите эту разницу? Ни в коем разе не надо желать возвращаться в прошлое. Только вы задумались вернуться в прошлое, мандец вашему настоящему. Можете крест на этом ставить. Просто не на кладбище ползти. Живем здесь и сейчас, не нужно в прошлое возвращаться, в те килограммы возвращаться, к тем отношениям, не нужно параллели с теми отношениями проводить. Не нужно, понимаете? Вы сейчас в кайфуте от сегодняшнего дня. Сейчас, если вам некомфортно в вашем теле из-за того, что немножечко лишний вес, просто возьмите, потренируйтесь, посидите на диетке. Тоже не нужно над собой издеваться, измываться. Кайфуйте от себя сейчас. Если мой инстаз заблокировать буду, да, буду иногда с Иришкиного аккаунта выходить. Видите, как хорошо, что у нас есть доступ. Я жду вообще, когда мне тот миллионик вернут. Должны уже. Мне когда в конце декабря его заблочили, там в 20-х числах, ну примерно вот со дня на день, по идее, должны вернуть мой основной инстаграм. Привет. Вес ограничивает. Ну так я вам про это сказала. Если ограничивает, если вот вам некомфортно из-за лишнего веса, то что это слишком лишний вес, соблюдаем диеты. Начинаем с прогулок. Весна, слава богу, можно с прогулок, потом с пробежек. Пожалуйста. Помать указать, ничего страшного. После этих воспитанных украинцев или украинцев, мой мат, наверное, это так, да? Детский лепет. Спасибо. Водушевляю. А в чем водушевляю? Я такой же человек, как и вы. Ну просто я, может, на мир смотрю более позитивно. Вот мне вопрос задавали недавно. Как-то научиться быть такой позитивной. И мне даже Мишаня как-то вопрос задал. А ты всегда, да, вот все у тебя хорошо? Да, у меня всегда все хорошо. Даже если что-то, какая-то херня произошла в жизни, я ее не могу изменить. Я не могу, блядь, в прошлое вернуться. Не могу ничего там поменять. Мне приходится просто осознать, что произошло, и принять это. Все. Я могу отказаться от этого. Могу пострадать, могу поплакать. А могу принять, болт на это забить, и идти дальше. Все, не тратить свою энергию на какую-то хрень. Ну да, накосячила. Ну да, или кто-то мне там говна сделал. Окей, там, потоп. Ну посижу часик по кумеку, бокал выпила и пошла дальше. Все. Ведь ничего же не изменится, если я буду сидеть и грызть себя изнутри. Страдать, если я буду. Плакать буду. Че поменяется? Да ни хрена не поменяется. Только свою нервную систему убью. Вот и все. Так же с историей в Украине. А вот если у вас... Ну если нас, ну а что я? Что я сделаю против? Прилетит мне в огород. Что я сделаю? Прямую ситуацию? Ну, придется помереть. Вот, блядь, выход только один получается. Придется умереть. Хотя выхода два. Даже если вас съели, у вас как минимум два выхода. Так же и здесь. У меня есть два выхода. Жить или умереть. Как повезет, блядь. Как повезет. Ну, придется. У меня... Дело в том, что когда у меня... Я не знаю, как правильно это назвать. Я буду грубо выражаться. Был передоз аспирином. Ставила два импланта. Вот сюда, на жевательные зубы. Зубы свои, а импланты их даже не видно, где они там. Жевательные. Один не пережился нижний. Пошло воспаление, отторжение. И я, не заметив, как я в сутки ничего не ела, потому что болит, челюсть болит, выпила около шести или восьми таблеток аспирина. Представляете, у меня и так давление 100 на 60, а он же кроворазжижающий, насколько упало. Я только на последней таблетке ночью поняла, когда увидела свои зрачки вот такие в зеркале и поплыла, я поняла, что со мной происходит. И я не знаю, как мне сил хватило подняться на второй этаж, разбудить Валеру. И что происходит потом? Вот есть просто люди, сознание теряют, а я сознание потеряла, как будто мне кто-то на глотку наступил и удушил. Вы представляете это состояние? Вот если бы вы хоть раз вот так задохнулись, вы бы уже не боялись умереть. Реально задохнулась, прям и всё. А Валера говорит, что ты пришла, я, говорит, встал, у тебя улыбка на лице, я не знаю, с какого хрена я улыбалась. Я, говорит, думаю, о, пришла там ночью, бабе моей чего-то захотелось. И вот так просто скатилась на пол, всё. Просто по нему сползла. Он мне как нахерачил по щекам. Я очнулась, уже в коридоре на полу лежу, на холодном. И он не поймёт, что со мной произошло. Я-то знаю, что хоть у меня гипоксия жёсткая произошла, да, удушая, давление упало. Я говорю, Валера, срочно марганец разбавляй. Пойду промывание делать. И я ему что-то попыталась промямлить, он понял. И звоню, сижу в больницу, вызываю скорую помощь. На что мне? Любимый пишет. Сразу лукатокадка, да? Ну ладно, пора, пока. Пора прощаться. Вот. И звоню в скорую помощь. А мне знаете, что там говорят? А кому скорая нужна? Я говорю, мне. Так вы же с нами разговариваете, вы адекватно. Я говорю, вы здоровый человек? Нет? Говорю, а я что, могу с вами разговаривать, когда сознание потеряю? Говорю, вот пока я в сознании, я вам и звоню, что вы приехали. Что с вами? У вас то? Я говорю, у меня передозировка аспирина. Вы самоубийством хотели покончить? Блядь. Думаю, ты ненормальная баба. Я никогда в жизни этого не сделала. Я слишком люблю свою жизнь. Вот. Ну такое бывает, знаете. Просто вот бывает случайность. Я с вами делюсь, чтобы у вас такого не было. Потому что вот нужно вовремя отследить момент. А когда болит, ты раз, дозировку увеличиваешь, болит, опять заныл, заболел, проснулся, еще таблетку. Я не поняла, как я нажралась этих таблеток. Вот. Ну, короче, пока я ехала скорая, я себе промывание сделала вот этот 3 литра марганцовки туда-сюда, туда-сюда. Ага. Молчат, да. Вот. Приезжает, давай обследовать меня. Она несколько раз давление померила, его нет. Вообще, от слова совсем нет давления. Она на меня смотрит, я говорю, что, помирать пора, да? А я же люблю похохохметь, даже если мне совсем хуево, я буду все равно хохохметь. Знаете, даже если все плохо, я буду, я найду способ пошутить. Ну, короче. Она на меня смотрит испуганными глазами, думаю, твою мать, сейчас еще ее откачивать буду. Побелел аж, бедная. Как будто на труп сидит, смотрит. Ну, наверное, так и выглядело. Как вхерачила мне адреналинщика, я еще 2 дня спать не могла. Представляете, да? Думаю, вот эта тетя молодец. Ну, все для меня-то был хороший урок, но что такое умереть, я теперь примерно представляю. Задыхаться очень неприятно. Очень неприятно. Ну, после этого случая у меня зато очень много фобий прошли. У меня много фобий было, страхов. Я не летала, я не садилась в лифты высотных зданий. Я не ездила через туннель. Туннель я проезжала всегда пробками, другими дорогами, лишь бы только не в туннель. Мосты тоже старалась объезжать. А кто в Москве живет, знает, там, если стоять в пробке на мосте, особенно на ВДНХ, его всегда трясет. Ну, вот, одна сторона стоит, а другая едет. И тебя так хорошо трясет. И ты стоишь или под мостом, или на мосте, не знаешь даже, где хуже. И всегда тебе страшно. У меня все эти фобии прошли. Понятаете, мне уже стало вообще похер на все. Ну, просто похер на все. Не потому, что я там отбита, она глухо, а просто, ну, приняла. Научилась принимать ситуацию. Все. Почему туннель? Ну, они же тоже могут обсыпаться. Ну, у человека с хорошим воображением, с хорошей фантазией. А я еще и творческая, в том числе, личность. Не забывайте. У меня, конечно, там воображение такое. Можно с констерилизацией силой мысли, остановить боль. Да, абсолютно полностью с вами согласна. Я согласна. Боль – это вообще условность. Она ровно настолько сильная, насколько вы ее принимаете. Я об этом очень много говорю у себя на курсе. А для женщины боль – это вообще состояние такое. Вообще боль нам нужна для чего? Чтобы понять, где опасно твоему телу. Там ожог, да, чтобы, не дай бог, рука не сгорела. Вот для чего. Чтобы мозг получает сигнал о боли, и мы отслеживаем момент, чтобы себе не навредить. Вот, поэтому я зубы свои лечу вообще без обезбола. Один раз прихожу, Ваня, ну, у меня стоматолог Ваня менял этот самый, коронку. Уколол, ну, буквально там какую-то хрень. Я говорю, Ваня, ну, не надо мне, пожалуйста. Ну, я говорю, ты сам знаешь, я пломбы делаю без обезболивающего. Ну, куда ты мне, зачем там снять, надеть? Чтоб тебе не больно. А, уколол. У меня вообще полсуток замерзло лицо на полсуток. Я инъекции стараюсь делать без анестезии. Только губы и то чуть-чуть, там, две минуты Света поддерживают. Я говорю, Свет, ну да, без анестезии. А потом замерзшая хожу, у меня лицо каменное. Вот. И так же зубы лечу без обезболивания. Ну, не надо оно мне, понимаете. Руку вправляла, помните? Я вообще сама себе руку вправляла. Еще пять раз мне потом шоколадкой местной анестезии обкололи. И с шоколадочкой, на тебе шоколадку. Вот. Поэтому, ну, боль, ну, дело такое. Летать, пипец, быть. Я раньше очень сильно боялась. Очень сильно. Ну, проработала этот момент. Как силой мысли боль остановить? Принять ее. Просто принять. Боль принимаешь. И понимать, что это сигнал. Для чего тебе этот сигнал? Просто договариваться. Смотрите. Я, например, растяжки как объясняю. Мы в шпагат тянемся. В папиричку, например, да. Мышцы тянутся, тянутся. Связки тянутся. Идет напряжение. И в какой-то момент больно становится. Жжение. Почему? Потому что есть опасность себе навредить. Порвать связки. Потом будет долгое восстановление. Для того, чтобы еще чуть-чуть растянуться, чтобы избавиться от этой боли. Смотрите, как устроен наш мозг. Просто вот вам примитивный пример привожу. Сжимаем руки сильно, сильно, сильно так, чтобы, блядь. Ой, извините. Чтобы аж прям новая боль появилась. Мозг получает новый сигнал о новой боли. И в этот момент вы еще можете на несколько сантиметров растянуться. Все. Нет, я не доктор. Я йог. Очень много часов у нас были посвящены анатомии и физиологии человека. Ну и я еще перинатальный йог. Там еще и гинекология в том числе. Почему сказочница, девчонки? Ну почему сказочница? Это обычные вещи, ну, примитивные. То есть, ну, мне кажется, уже скоро должны... Привет, Харьков. Привет, Украина. Мне кажется, скоро уже в школах надо по биологии эти вещи прописывать истинные, эти простые, элементарные. Что тут сказочного я сказала? Так устроен мозг. Он очень сложный. Так вы еще поймите, что он работает у нас, ну, максимум на 6% это гений от 100. 6. Представляете, какие мы с вами примитивные? А вы говорите, я сказочница. Свой мозг включите еще хотя бы на 2-3%. Вот тогда поймете, что такое сказочница. Но это надо работать. Нет, у меня нет ни одной тату, и я не хотела никогда тату. Для меня вот чистое тело – это кайф. Сейчас уже чистое тело, то, что природа, оно уже редко можно встретить. И, собственно, вот хочу оставаться этой редкой. Я тоже вас рада видеть. К боли можно привыкнуть. Можно, конечно, человек ко всему привыкает. И к боли тоже может привыкнуть. А только главное – мазохистом в этот момент не встать. Как я девчонка говорю, ну, можно поменять отношение к боли, но только совсем сильно не привыкать, а то так и мазохисткой можно стать. Хотя кому чего, может, кто с абьюзером живет, и хорошо. Бывает, да. Чё, правда? Так, так, сейчас посмотрю, чё там. Так, чё-то там. Вы ищете этому оправдание и пытаетесь отрицать, что пьёте, или вам в кайф. Так, кто-то там рили чего-то, сейчас я прочитаю. А, а бутылка вина в неделю – это алкоголизм? Нет. Подождите, мне нравится внизу комментарий. Вы отрицаете, что вы, типа, выпивоха? Из-за бутылки вина в день? Ой, в неделю? Да даже в день вы не выпивоха. Каждый сам для себя решает. Вообще, у нас очень любят в России. Вот я Россию люблю, но ненавижу вот эти стандарты, рамки и установки, которые придумали. Я не знаю, кто придумал. Если ты выпиваешь стакан вина в день, значит, ты алкоголик. Схерали! Если вы адекватны, себя чувствуете великолепно, если вы полностью контролируете процесс жизнедеятельности, вы не быдло, вы работаете, вы делаете всё по дому, почему вы вдруг алкоголик? Вы всего лишь выпили бокал вина. Всё. Не более того. Я лично могу вот с такой же заявить уверенностью, что все, кто принимает таблетки успокоительные, наркоманы, правильно? Так это? Ну, вообще, химия, это химия. Чистая вода химия. Зачем вам она нужна? Лучше бокал вина отжахнуть. Ну, если нет противопоказаний. Я не учу вас алкоголизму, если нет противопоказаний. Потому что есть же некоторые, которые вообще нельзя, особенно шизойно. Им лучше таблеточки. Здесь я вот единственный случай, где соглашусь, где нужны таблеточки. Я вот у людей с серьёзными заболеваниями. Так что не надо тут обвинять за бутылки вина. Хочет девушка выпивать? Да хоть каждый день, если ей надо. Я, если хочу выпивать, я выпиваю. Не хочу, не выпиваю. Я вообще ни у кого разрешения не спрашиваю, что мне делать. Сколько мне пишут каждый день? Ой, Юра от вас уехал, потому что, наверное, устал смотреть на пьющую гулящую мать. Вот это умозаключение. Прикольненько. Почему? Окей, пьющего, хер с ним, можно меня алкашом назвать. Потому что бокальчик вина в день, это нормально для меня. И то, сейчас даже от этого полностью отказываюсь, ну, чтобы вес согнать. Алкоголь держит воду и копит жир. Жир у женщины, это природный абсорбент. И он, разумеется, копится, когда мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok